Итак, еще раз добрый день, мне наконец-то дождался своего времени, когда мы сможем с вами поговорить о том самом замечательном менеджменте, об управлении людьми, и я бы хотел как раз сейчас использовать эту возможность для того, чтобы поделиться с вами всем тем практическим опытом, который я нарабатываю в своих проектах, в своей карьере, связанной с управлениями людьми. О чем бы я хотел предупредить? Все, что мы слышали и слышим зачастую в наших деловых мероприятиях, является неким таким, знаете, поверхностным слоем. Мне сегодня захочется сделать так, чтобы вы задумались чуть глубже. Насколько мне это получится, ценить вам. Давайте попробуем. Итак, моя сегодняшняя задача показать вам, как же можно управлять сотрудниками через общие ценности для того, чтобы они, разделяя то, что вы предлагаете им в рамках корпоративной культуры, формировали те модели поведения, которые помогут вам достигать поставленных результатов. Итак, как влиять на сотрудников для получения желаемых результатов? Самая главная фигура в любой компании, здесь, сейчас, здесь, в этом зале – это вы. Воспитанию человека посвящено огромное количество книг. Российская педагогика сделала невероятный прорыв в этом. И все, что касается воспитания детей, воспитания студентов, воспитания молодых рабочих, сделано очень прекрасно, огромное количество трудов. Но что же происходит с воспитанием и развитием взрослых? Ведь мы с вами являемся руководителями. Все, что мы делаем, мы стараемся сделать так, чтобы люди, которые работают в вашей компании, выполняли возложенные на них обязанности. Мы все разные, и мы мыслим по-разному, мы видим по-разному. То, что вижу я и то, что чувствую я, не можете чувствовать вы. Но у нас объединяет нечто общее. Наши с вами модели поведения. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Я буквально несколько минут расскажу о себе. Меня зовут Роман Дусенко, я уже несколько раз сегодня представлялся. Последние 16 лет я занимался банковским бизнесом. Четыре года назад я начал заниматься своими собственными проектами. Я принимал участие в самых крупных российских банковских слияниях и поглощениях. Это формирование Росбанка. Тот Росбанк, который сегодня есть, мы делали его своими руками в 2004 году. Это продажа банка OTP венгерскому холдингу OTP. Это была крупнейшая сделка на российском банковском рынке. 450 миллионов долларов. После этого у нас был собственный проект. Мы создали новый формат, новый банк, идея банк, который мы с удовольствием через 3,5 года продали польскому инвестору. После этого я открыл проект «Бизнес-завтрак». Мне очень интересно было изучать вопросы психологии и формирования личного успеха. Как люди достигают успеха. Именно этому было посвящено порядка 100 бизнес-завтраков в YouTube. Вы можете в любом поисковом сервисе в Google набрать «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко, и вы получите огромное количество результатов. А сейчас я занимаюсь тем, что я помогаю компаниям быть более эффективными. В первую очередь мы говорим о цифрах. Все, о чем я говорю сегодня, не о словах, об отношениях, о деньгах. Цель моего выступления сделать так, чтобы вы смогли, более эффективно управляя своей компанией, зарабатывать больше, повышая рентабельность собственного капитала. Именно поэтому проект называется «Только вперед». В рамках него я занимаюсь консультированием руководителей, индивидуальной работой с собственниками по формированию его бизнес-предложений. Кстати, здесь очень много собственников, я сегодня слышал и смотрел на визитные картки генеральных директора. Важнейший вопрос о том, как можно монетизировать ваш бизнес, когда вы примете решение из него выходить. Об этом мы можем поговорить с вами в холле. Это важный момент. Как сделать так, чтобы дети, которые не очень хотят заниматься вашим бизнесом, могли помочь вам в структурировании. Какие необходимо применить первые шаги для того, чтобы ваш бизнес можно было упаковать и при желании выставить его на продажу, а не продавать возможную таблицу Excel, в которой сейлзы сегодня сидят и работают. Итак, начнем с первого. Основные идеи сегодняшнего моего выступления. Что бы вы ни придумали в своей компании, вы, как или я, как руководитель, успех возможен только тогда, когда эту идею разделяют сотрудники. Что же мешает сотрудникам принимать ваши идеи? В первую очередь, это ограничивающие штампы и убеждения. Это то, как принято делать в компании, о чем вы, может быть, знаете, догадываетесь, но не всегда в этом уверены. Что влияет на то, чтобы сотрудники разделяли и принимали ваши идеи и воплощали их в жизнь? Образ мышления сотрудников. Каким образом мы можем с вами, имея всего в своем распоряжении инструменты влияния в виде речи, общения, в виде создания корпоративной культуры, повлиять на поведение сотрудников, на модели их поведения через общие ценности? Каким образом мы с вами можем сделать так, чтобы общие ценности стали действительно основным инструментом или основой вашей корпоративной культуры через модель влияния? Именно вот такая структура сегодняшнего моего выступления я вам и предлагаю. Но важный момент. Я хочу, чтобы каждый из вас задумался. Действовать мы будем параллельно. Создавая атмосферу и среду, в которой ваши сотрудники захотят делать то, что вы будете им предлагать, это ни в коем случае не отменяет работу отдела по управлению или департамента по управлению с персоналом. Это обучение, это развитие, это система оценки, это формирование, это скрипты. Все остается так же, как есть. Только оно начинает работать. Потому что нам с вами удастся создать систему управления, основанную на общих ценностях. Четыре главных момента, о которых я буду сегодня говорить. Это человек. Сегодня мы уже много об этом говорили. Это коллектив. Это вы, непосредственно вы, сидящие здесь в зале. И это корпоративная культура. Вот вокруг этих четырех блоков мы сегодня с вами и попробуем разобраться, как же сделать так, чтобы та корпоративная культура, которая есть у вас, заработала. Кто помнит этот компьютер или подобный компьютер, который стоял в ваших офисах? Прекрасно. В чем была основная особенность? Основная особенность его была в том, что там не было предустановленной системы. И мы с вами устанавливали и создавали ту конфигурацию, которая нам хотелось. Кто-то самый продвинутый ставил видеокарту, очень отлично. У кого-то был Dolby звук, у кого-то был Windows 95, 98. Мы это делали самостоятельно. Конфигурация позволяла создать некий индивидуальный образ. Что же происходит сейчас? Мы с вами получаем некие предустановленные форматные гаджеты. Я пытаюсь перевести некий пример, что представьте, прошло 100 лет. Давайте перенесемся и немного пофантазируем, но поговорим не о гаджетах, а о людях. Представьте, что вы так же, как часто проводите собеседование, к вам приходит человек, вы выбираете профессию, загружаете конфигурацию и получаете тот результат, который бы вы хотели. Знаешь ли ты, что такое сервис? Сервис? Нет, не знаю. А теперь? Ах, сервис, ну конечно. Сервис – это основа бизнеса нашей компании. Мы должны предоставлять самый лучший сервис. Именно поэтому мы лучшие на нашем рынке. Только сервис. И ничего больше сервиса. Класс, правда? Была бы такая... Да, мне тоже искренне хотелось бы, чтобы так было. Тогда исчезли бы все хэдхантерские компании, исчезли бы все консультанты. Просто вам бы это удалось сделать самостоятельно. Но, по факту, этого не происходит. Давайте подумаем, с какими наиболее яркими, активными проблемами мы с вами, как руководители, сталкиваемся. Я, чтобы немного вовлечь вас в нашу дискуссию, спущусь к вам. Итак, какие проблемы нам чаще всего приходится решать с нашими сотрудниками? Ну, давайте активно. Удержание персонала. Еще. В увеличении. Еще. Отлично. Еще какие проблемы? Какие наиболее книги, какие книги, бизнес-книги мы покупаем с вами в магазинах? По мотивации. Еще. Адаптация. Прекрасно. Что получается в результате? Обучение. Мы пытаемся с вами некие выставить противостояния. Мы с вами все пытаемся научиться, как нам влиять на них, на наших сотрудников. И в результате мы получаемся, мы учимся с вами, как мотивировать, как обучать, как общаться с конфликтами, как делать так, чтобы они стали делать то, что мы хотим. Получается, есть мы и есть они. Каким образом нам с этим, как нам с этим дальше разбираться? Так. Вы, наверное, знаете, что есть множество разных моделей. Диск, модели управления по Белбину, управление ролевыми, не знаю, там, всякими ролями в компании, тесты MBTI и так далее, и так далее, и так далее. Но это все некое упрощение идей, которые существуют в нашем мире. Карта не есть местность. Наша с вами цель найти тот инструмент, который нам поможет реально управлять сотрудниками. Как чудеса. Нам нужно творить чудеса. Поэтому мы с вами начнем первое с человека. Человек и его роль в модели поведения. Как можно влиять и от чего зависит модель поведения сотрудников? Кто-нибудь из вас был на тренингах личностного роста? Отлично, лес рук. Я тоже. В чем основная мысль любого тренинга личностного роста? Честно говоря, мне жаль о такой реакции. Почему? Потому что явно запрос, который бы вы хотели получить на этом тренинге, вы его не получили. Аплодисменты подтверждают тем, что люди, которые проводили эти тренинги, явно, может быть, были шарлатанами. Но давайте все-таки на секунду вспомним, в чем основной смысл любого тренинга личностного роста. На самом деле такой тренинг идет прямо сейчас. Изменение сознания. Изменение сознания. Браво! Огромное вам спасибо! Изменение образа мышления влияет на ваше поведение. Любой тренер личностного роста говорит следующее. Прими себя, какой ты есть. Но начни думать по-другому. Не надо себя переделать. Просто начни думать по-другому. И у тебя изменится твое поведение. Измененное твое поведение, ты получишь новый результат. Браво! Вы с этим согласны? Да или нет? Да. Давайте посмотрим, какие есть нам этого подтверждения. Кто-нибудь недавно вступил в брак? Поднятая рука, вижу. Скажите, пожалуйста, ваши модели поведения изменились после того, как вы стали в официальных отношениях? По отношению к тем моделям, которые были до брака? Спасибо. Таким образом, изменение нашего мышления меняет наше поведение. Давайте к девочек спросим. Кто стал матерью или был матерью? Прекрасно. Когда вы почувствовали, что вы станете матерью, ваше мышление изменилось, модели вашего поведения поменялись? Более конкретный результат – армия. Человек приходит в армию, у него меняется образ мышления, меняется модель поведения. Когда-то мы с вами думали о том, что в космосе живут только боги. Юрий Гагарин в 61-м году полетел и доказал, что человек может летать в космос. Под конец. Технология. Мы развиваемся, наше развитие, мы меняем модель поведения, потому что диджитал входит в нашу жизнь. Если бы я попросил вас сейчас достать ваши телефоны, это были бы гаджеты. Религия. Совсем недавно закончился православный пост, и весь православный мир празднует Пасху. Образ мышления меняет наше поведение. Здоровый образ жизни. Встречаясь с одним своим знакомым, я бы хотел предложить ему отметить нашу встречу. Он сказал, что нет, он проповедует здоровый образ жизни. Таким образом, наши сотрудники также думают о том, что для них важно и соответствующим образом ведут себя. А образ их мышления определяет корпоративная культура, которая находится в вашей компании. Знаете вы об этом или не знаете? Управляете вы ей или не управляете? Но именно корпоративная культура, а коллектив влияет на наших сотрудников. С чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что один сотрудник, это было бы прекрасно. Если бы мы работали только с одним сотрудником, у нас бы не было никаких проблем, потому что мы бы могли найти с ним диалог. Но у нас получается коллектив, возникает коллективное сознание. Коллективное сознание предусматривает коллективные модели поведения. Коллективные модели поведения предусматривают возможность коллективной штампы в отношении модели поведения. Здесь так принято, здесь не принято. Я еще об этом чуть больше дальше говорить. Я вам расскажу один простой, но очень показательный элемент, который провели американские психологи. Пять обезьян посидели в клетку, подвесили бананы, поставили лестницу. Как вы думаете, что сделали обезьяны? Полезли за бананами. Но психологи были жестокие люди. Они поливали из кланга холодной водой любую обезьяну, которая поднималась к бананам. Ровно до тех пор, пока им всех отбили охоту это делать. Потом обезьяну, которая первая полезла за бананами, убрали и поставили другую. Как вы думаете, что это будет?